добрый вечер витаю почему вы займаетесь почему вы то чего каждый прошу молод а а про что мовлю про життя рассказать про кохание рассказать а питайте вы уж любит чего не розумею вы уж любит я не знаю ци язык ци що цей язык я не розумію яким язык это мова как вы скажете цены язык это мова а мова да 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 вы же начали вы же начали самая по-украински спочатку я что мы продолжаем у нас совсем другой друг другом оба была совсем другая бека цена балочка да да вискобане не так было что на донбассе не было булочки а я и украинской литературно зазвичай его на раз после джона было очень мало знаете такого знаете такого писателя пьянковского историка без понятия не знаю вот он побывал на донбассе в 1930-х годах когда была та самая украинизация да 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 действительно действительно навязывалась украинизация готовы еще если вы помните еще например двадцать втором году если вы вспомните нет даже в 1918 году готовы послушать криворожская республика да и вот тогда именно вы готовы послушать криворожская республика была против той самой украинизации и хотела естественно присоединиться остаться в россии в российской именно в россии в российской федерации тогда республика закончили закончили монолог закончили монолог пьянковский побывал в 1930 году и пишет следующие слова в вузе я выступал с докладом все преподавание идет на украинском языке ребята даже плохо говорят по-русски и мне присылались записки написаны по-украински вас не слышно сейчас учащийся в уже все молодняк но есть и краснознаменцы бывшие луганские партизаны если рабочие шахтеры очень хороший состав только видно что работать с ними пола квалифицированных сил для работы нет ректор педагогического института стоит слушателям заочного отделения института красные профессоры это раз то есть он говорит о том что на территории тонбасса практически никто не понимает даже русского языка второе по поводу криворожская донецко-криворожской республики по поводу того что вы сказали это было марионеточное созданное большевиками государство которое обозначало не воевала против украинизации тогда программы украинизации не было так как она просуществовала до 21 или 22 года не было ее программы потому что ну она началась только в возникновением советского союза уже тезис неверный и впоследствии в этого всего этого всего когда уже пошло дальше поехала и уже пошла программа в советском союзе украинизации поэтому заявление что донецко-криворожская республика воевала против украинизации как она может воевать против нее когда ее нету когда она уже перекратила существование тогда уже появилась программа украинизации дальше идем следующим пунктом есть и откроем перепись с российской империи хочу слышать не любим и вопрос есть как там контрнаступление россии как там что контрнаступление россии ну я вообще-то не военный специалист я не знаю но говорят все хорошо все по плану идет понял это как из рубрики переросли с киева за три дня на контрнаступление давайте я порадуюсь за вас если у вас какие-то перемоги есть какой там кораблик ваш подбили по москве дроны прилетают еще завод по производству ланцетов уничтожен был московской области что-то заикается у меня все нормально я же говорю заводник я же говорю заводик ваша по производству ланцетов хрякнули кораблик потопили дрончики по москве прилетают поэтому все стабильненько не подгора главное каждый блогер это их известный блогер вот ребята чтобы понимали вот у этого блогера бывает просмотры по 300 тысяч то есть понимать и вот он каждый день ему самому наверняка уже настолько просто оказалось настолько быстро сгорела он считает что я я подгорела я тебе привел тезис все что ты смогла сделать это перейти на аудиторию гениально молодой человек я вам задала вопрос вы этот вопрос задавали мне только уже два раза я вам объясняла что такое монтаж что сделали ваши средства массовой информации и какой монтаж по москве не прилетают дроны до отчет в рио новости по уничтоженному заводу это монтаж да то есть ваши российские новости это монтаж это все одна тема ваши российские новости это монтаж тема вас интересует что прилетает по москве нет вы мне задали вопрос он контр вы задали вопрос как контрнаступление украины я назвал кораблик подбили по москве доны прилетают по заводу ланцетов уничтоженный так не идет вообще он он на контакт ему страшно ребята вы видите у него страх страшно очень страшно мы не знаем что это такое если бы мы знали что это такое мы не знаем что это такое мы конечно при своем при своей необразованности можем даже предположить что это диверсия какая-то нам надо еще одессу ребята забрать потому что москве уже не справляется один вот эти вот фейки сделали да нам еще нужно одесский киностудия со мной разговаривать еще раз она разговаривает не со мной ты аудитории рассказываешь об этом не поэтому следующее будет одесса одесса сколько километров до одессы посмотреть а зачем но просто с вашим продвижением три километра в месяц по одному направлению с отступлениями там по еще по некоторым мне просто интересно как ты посчитаешь сколько времени вам нужно чтобы дойти до одессы если все-таки дойдете а ты знаешь мы не торопимся мне очень понравилось как вашингтон пост сделал заключение они такими темпами как украина сейчас воюет ей придется воевать 16 лет и потратить 20 миллионов человек понял а мне понравился другой пост тоже интересно конечно как ты читаешь вашингтон после там подписка платная ну ладно мне понравился другой пост по поводу того потом по поводу британской разведки когда они сказали что украинское контрнаступление еще не началось что вы сказали в следующем марте будет не там другой сказал же там сказали что она запорожском направлении где россия кричит что украинское контрнаступление провалилась не было даже ни одного скопления украинских войск уровня бригады слушай а кто из ваших я не помню ну понятно зеленский хотел рапанов очень сильно поесть а кто из ваших данилов или кто-то грозился что в мае месяце будет вот который прошел уже к сожалению будет в крыму отдыхать без понятия я общаюсь фактами а не пропагандой как ну нет ну как если у вас товарищи высокого чина высокого ранга извините меня не последний как говорится деревне до сказал что весной вы завоюете крым еще есть стратегические планы начали там сидели что ли есть стратегические планы которые присутствуют находятся только в генштабе которые узнают могут только генштаб и высшее руководство есть заявление различных публичных личностей там на публику для а той или иной цели если бы вы разбирались хотя бы немножко они просто налили воду здесь и на протяжении всего диалога переключались на свою аудиторию так как не состояние привести ни одного факта то вы бы понимали о чем я слушай я же еще раз повторюсь я разговариваю фактами я могу говорить каким-то документами каким-то яркими какими-то моментами то есть которые действительно подтверждены но не пропагандой с тобой нет смысла аргументы более серьезно проводить так как ты не привела ничего ты все что делаешь это либо общаясь со своей аудитории либо работать по пропаганде это твое личное мнение а я у тебя даже могу ты можешь потом даже мне по десятибалльной системе оценить не уходите с провода оставайтесь на связи ваш ваше мнение очень нужно для меня я без него просто спать давай дальше а скажем так что ты хотела спросить такого не знаю здравствуй у вас все хорошо да спасибо все нормально как будто переживать и за счет новой мобилизации которые планируются у вас на россии из-за того что на территории украины из-за возгибных люди нет у нас никакой мобилизации не планируется по крайней мере на ближайшее время ничего про это не слышно куда вы знаете ну я говорю ничего не слышно как-то новые поправки закона мобилизации у вас введены поправки по поводу закона о мобилизации первое увеличен срок с 18 20 до 30 лет это срок призывников возраст призывников второе запрет на выезд всех кому вручена в той или иной мере повестка до этого у вас введена реформа где вручение повестки официально считается внесение в реестр вашей госуслуги это уже является прямым официальным вручением повестки по которой ты обязан прийти там ограничить момент конечно же течение семи дней ты должен посмотреть но если не посмотрел не увидел это твои проблемы с этого момента у вас также автоматически ты теперь не можешь выехать за границу плюс у вас увеличены штрафы за неявку военкомат первый штраф это если я не ошибаюсь а чтоб не открывать для лиц это должностных лиц до 40 тысяч рублей сам штраф идет плюс для лиц которые подлежат в принципе призыву до 400 тысяч вот как бы так а и плюс еще штраф для военкоматов которые не своевременно оповестили призывника о том что его нужно прибыть то есть не отправили в госреестр информацию по саму повестку также дополнительно штраф за одного человека еще 50 до 50 тысяч вот что это чем как не подготовка к масштабной мобилизации затяжной войне иди мальчик иди мальчик погуляй знаешь конфетку скушай не выдержала моя ты рыбонька девочка моя